Всем доброго времени суток! Вы на канале Топатун Ти Ви, и сегодня мы поговорим о немаловажной теме, происходящей в жизни Эушки, а именно о зимовке. Сначала разберемся, что же такое зимовка и для чего она нужна. Ее период составляет с октября по январь месяц. Но прежде хотим вас предупредить, что в зимовку допускаются только упитанные и здоровые Эушки. В природе юблефары зимуют в сезон похолодания. Они активно питаются, набирают запас жарка и питательные вещества, чтобы их хватило на период холодного сезона. Затем перестают охотиться, становятся малоактивными. Если в домашних условиях вы не планируете заниматься размножением, то можно и не зимовать. Для рептилий, в общем, это даже полезно. Для них это время разгрузки и отдыха, которое провоцирует очищение и оздоровление организма, а также поднимает иммунную систему. Помните, снижение температуры природы и количества кормовых объектов провоцируют организм геккона включать механизм экономии энергии, который позволяет пережить зиму. Если ваша эушка начала вести себя как-то подозрительно, отказывается от еды, вялая, постоянно спит, не пугайтесь. Создайте наиболее оптимальные условия для этого времени – зимование. Если вы решили отправить свою эушку в зимовку, то самое время начать подготавливать ее к этому моменту. Если у вас в квартире очень жарко, найдите место, где температура будет около 17-19 градусов. Допускается и 20-22. Термометр вам в помощь. Зачастую в наших квартирах шансы найти приблизительную температуру сводятся к минимуму. Обычно это пол рядом с балконом или на подоконнике, где окна. Помните, что сквозняка быть не должно. Если же не удалось найти необходимую температуру и на термометре показывать 26 градусов, то зимовка не получится. Если же вы нашли подходящую температуру для зимовки, то начинайте постепенно понижать температуру в террариуме. Готовить эушку переместить в новое выбранное место для зимовки. Если термокуврик у вас с регулировкой, то это очень замечательно. Вы сможете регулировать температуру и постепенно ее понижать. Эушку нужно пересадить в отдельный контейнер, в котором должно быть укрытие, поилка с водой и влажная камера. Во время основного этапа зимовки эушку мы не тревожим, только подливаем воду в поилку. Одновременно с понижением температуры сокращаем световой день. Накрываем контейнер какой-либо тряпкой или тканью. Неделю до воды в основную часть зимовки перестаем кормить эушку. Она должна войти в нее с пустым животиком. Время зимовки взрослого блефара от трех недель до двух месяцев. Оптимальное время где-то около месяца. Срок менее двух недель не считается зимовкой, это просто временное голодание. Что в целом также полезно в качестве разгрузочных дней, особенно для крупных эул. По завершению зимовки можно доставать термоковрик, потихоньку прибавлять температуру и увеличивать световой день. Давать сверчков нужно небольшими порциями, около 4-5 штук в неделю. Выход из зимовки должен быть постепенным. Эушка полностью восстанавливает свои силы где-то спустя неделю. Кто-то сразу набрасывается на еду, а некоторые могут отказываться, приходя постепенно в свой обыденный цикл жизни. Вес после зимовки должен оставаться приблизительно исходным, как и до зимовки. Поэтому, если вы заметили, что ваш питомец стал резко сбрасывать весе, как можно скорее вводите его из спячки. Это могут быть проблемы со здоровьем. Если зимовка прошла удачно, то у самок через некоторое время на животе появятся розовые пятна в виде шариков. Это овуляция. А самцы при виде самок начнут трещать хвостами. Залог удачной зимовки – здоровое потомство эушек. Подведя итоги, отметим, ребята, если у вас только одна ешка, то вам не обязательно вводить ее в зимовку. На ее здоровье это никак не скажется. На самом деле, это очень серьезный и важный момент. Если вы где-то ошибетесь, то можете навредить вашему любимцу. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если бы сам завалился спячку на месяцок. Субтитры создавал DimaTorzok